Во Франции стартовал марафон кандидатов на предстоящие в апреле следующего года президентские выборы. Деградировавшие в последние годы политической элитой, вновь в этой стране происходят неискренние предвыборные манипуляции по завоеванию голосов разных этнических групп. Свидетельством тому, успешные перед выбором визиты кандидатов в Армению и визит одного из них, Валеры Пекрес, Франки Анде, с целью завоевания симпатии местных армян. Это неуважение политика не только территориальной целостности Азербайджана и руководства страны размером с Францией, но и международного права. Использование политическими кругами Франции армян как инструмента – практика не новая. Однако в этом случае на фоне появления новых реалий на Южном Кавказе, на фоне постепенного превращения в реальность перспектив мира и сотрудничества уродства внутренней политики Франции и перевод уродливых форм предвыборной борьбы в Южно-Кавказский регион, усиливая здесь реваншизм, ставят под угрозу хрупкий мирный период. Что же касается Армении, с последними заявлениями премьер-министра этой страны о мире и сотрудничестве в регионе, создание возможности для такого рода провокационных визитов создает острый парадокс. На встречах в Сочи и Брюсселе ни посредники, ни сам Пашинян не возвращались к вопросу о статусе. И это подтверждает, что не только посредники, но и официальный Ереван приняли новую реальность по абсолютной шкале. Но организация такого рода визитов в Ереван как будто вновь пытается перевернуть стрелки часов назад, наносит удар по диалогу о мире и сотрудничестве. Включая зеленый свет этому визиту, Пашинян предал тем самым своего самого последовательного сторонника Макрона. Хотя это и не очень удивительно. Мы это неоднократно наблюдали в отношении России. В этом контексте на фоне доставки в Карабах боеприпасов, незаконных визитов, миротворцы должны ответить на вопрос общественности Азербайджана. Для чего они там находятся?